Доброго времени суток, мои хорошие! Меня зовут Настя, и вы попали на канал Элумика. Наверняка вы хоть раз задумывались над тем, по какому поводу были выпущены куклы из коллекции Хэллоуинкс. Да-да, те самые необычные куклы с питомцами из четвертого сезона. Они настолько шикарные, что от одного взгляда захочется получить себе данную девочку. Эти невероятные образы заставляют задаваться вопросами, как, откуда и почему. В данном видео я бы хотела рассказать вам именно об этом. И, наверное, вы уже заметили новое оформление на канале. Как оно вам? Обязательно напишите свое мнение внизу в комментариях. Мне будет интересно его почитать. С выходом четвертого сезона в мир начали поступать новые журналы, куча годного мерча с феечками, и я более чем уверена, что у вас до сих пор найдется некая атрибутика с феями Беливикс. В свет также вышли три интересных журнала, которые были связаны между собой одной интересной тематикой. И, как вы уже понимаете, Винкс Хэллоуин. Суть комиксов безумно интересна и затрагивает такие моменты, которых нам так не хватает в мультсериале. Три комикса с невероятной историей. Оборотень на тенистом холме, клуб вампиров и месть мумии. В каждом из комиксов рассказывается о победе феи над тем или иным существом, а также освоение новой силы. Ссылки на все комиксы я оставлю внизу в описании, и при желании вы сможете их прочитать. Однако я затрону лишь самые интересные моменты, которые связаны непосредственно с нашими Хэллоуинкс. История данных комиксов связана и наполнена большим количеством интересных моментов. Три выпуска объединены в один захватывающий сюжет, поскольку персонажи нам показывают совсем под другим углом. И как бы мне не хотелось похвалить всю шестерку, работали из них только трое. Стелла, Блум и Флора. Остальных либо похищали, либо они просто не появлялись, либо оставались в своем зоомагазине. Вернув на землю волшебство, Винкс сталкивается с новыми проблемами. Вера людей в сказочных и легендарных существ. Именно благодаря этой вере оборотни, вампиры и прочие существа могут выбраться на свободу, даже находясь в музее. В 91 выпуске журнала нас вводят в курс дела, знакомя с духом природы геи, новыми персонажами и праздниками. Все крутится вокруг Хэллоуина, и мне до сих пор непонятно, связано ли это с ночью Хэллоуина или же с последующими днями. Поскольку в каждом комиксе рассказывается история нового дня, а за ночь столько миссий выполнить просто невозможно. Перед нашими персонажами появляются три новых врага. Ликантроп Феррес, вампир Лорд Амарат и мумия Ламия, жрица Апопа. Или Апопа? Ну, надеюсь, не Попа же. Правильно? Три новых персонажа. Три невероятные истории. И кто бы мог подумать, что на протяжении всех историй я не хотела их перелистывать. Мне было действительно очень интересно наблюдать за событиями. Они на многое меня побудили. Более того, в историях нам показывают питомцев Винкс, которые, ни много ни мало, но помогают своим хозяйкам. То там отвлечь от врагов, то тут освободить от бинтов. Животные в историях более чем умные, и это действительно круто. На протяжении истории феи Винкс становятся сильнее и раскрывают себя с разных сторон. Так Флора показана нам более уверенной девушкой, Стелла намного серьезнее, а Блум, ну, она... Ну, как всегда, короче. Ну, просто действительно. Ее показывают всегда такой умной, крутой, но остальные как будто только раскрываются. Сила, которую дарует природа Винкс, непростая. Путеводителем данной энергии является новый артефакт — лунный кулон, который девушки добывают в первой части трилогии. Путем победы Флоры над оборотнем предателем девушка создает себе еще один мощный артефакт — лунный клинок, с помощью которого бой завершается в пользу Винкс. Следующим даром, если его можно так назвать, является арбалет Блум, который она открывает при помощи своей уверенности и огненной силы. С его помощью девушка с легкостью сражается с уродливым вампиром, который довольно давно терроризирует свой род. Ну и милая Стелла, главным артефактом которой становится солнечный скипетр. И нет, это не скипетр солярии, а новое оружие, созданное силами природы и солнечным светом. Приятным бонусом в комиксах было то, что Стелла пользовалась как лунной магией, так и солнечной. Напомню, действия комикса идут после четвертого сезона, в тот момент, когда Винкс уже вернули магию на Землю, за что впоследствии они себя и винят. Также мне понравилось то, что в третьей истории Стелла не смогла использовать свою магию без солнечного света. И как же приятно читать продуманные работы, прям душенько радуется. Интересная особенность, которую мне удалось проследить в истории, это персонажи, которые на первый взгляд являются негативными, а со временем раскрываются и предстают перед нами как герои, страдающие от насилия. В первом случае это были оборотни, из-за предательства одного стая была готова на все, и после чего они просили прощения. Во втором случае вампиры клуба терпеть не могли своего хозяина лорда Амарата, и после победы над ним благодарили феи Винкс за помощь. В третьем же случае сама жрица выступает врагом и рассказывает историю своего появления на Земле. С одной стороны, персонажа становится жалко, а с другой стороны, ты понимаешь, что она совсем не меняется и оказывается побежденной феей солнца и луны. Могу сказать, что данные силы, показанные в комиксе, действуют очень оригинально и в целом подходят стилю Земли. Персонажи без каких-либо трансформаций в обычной одежде для косплея побеждают врагов и тем самым становятся современными супергероями. Они не раскрывают себя и даже тогда, когда им это действительно нужно, но тут я не буду брать в учет первый комикс, поскольку там сама природа просто не позволила им превратиться. И знаете, если бы в седьмом сезоне нам раскрыли историю Хэллоуинкс, было бы очень интересно. Однако я вижу огромную параллель между комиксом 2009 года, если я не ошибаюсь, и шестым сезоном. Вспомните Детей ночи, Оборотней Гордении и Тотем, который, между прочим, также упоминался в комиксе Хэллоуинкс, а также мумий, которые нападали на фей. Может быть, создавая шестой сезон, авторы вдохновлялись старыми работами? К сожалению, я не могу вам рассказать о Музе, Текне, Лейле, поскольку комиксов с их историями не было, однако кукла Муза по данным историям выходила, причем была очень удачной. А давайте поступим с вами так. Напишите свое предположение внизу в комментариях, какими бы артефактами владели Текна, Лейла и Муза, что бы подошло им и с какими бы врагами им пришлось столкнуться. Надеюсь, что данная идея вам понравится и вы с радостью напишите свои предположения. И я тоже постараюсь подумать на этот счет. Ну а теперь я с вами прощаюсь. Всем удачи, всем пока. С вами была я, Элумика. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok